Двум предыдущим докладом я смогу пропустить большую часть информации, сконцентрироваться только на наиболее ключевых моментах с позиции уже практического учреждения. Не могу не остановиться на фотографии Дональда Ли Мортона, который являлся родоначальником биопсии сигнального лимфоузла. Пропущу данные исследования МСЛТ-1 и МСЛТ-2. Итоговый вариант на сегодняшний день. Совершенно очевидно, что методика воспроизводимая, методика реальная. Необходимо делать биопсию сигнального лимфоузла как минимум по двум ключевым моментам, потому что на сегодняшний день без этого невозможно делать адекватное стадирование ПТН-М8. И это очень мощный прогностический критерий, который позволяет нам решать вопрос назначения или назначения одиованной терапии. Какие же ключевые вопросы с точки зрения практического применения? На наш взгляд, этих ключевых вопросов три. Первый ключевой вопрос – это морфологическое исследование удаленного лимфатического узла, потому что полбеды технически выполнить эту биопсию. Самое основное – это то, как это потом посмотреть. Второй ключевой вопрос – различные юридические и можно ли что-то сделать в плане облегчения. Это не то, что все-таки дальше делать с пациентом при обнаружении позитивных сигнальных лимфоузлов. Вот с этой точки зрения, и хочу остановиться на этом вопросе, я думаю, что вот этот слайд тоже всем хорошо знаком, то, что на сегодняшний день ключевым является не только сам факт наличия или отсутствия метастазов в сигнальном лимфоузле, но и размер этих метастазов, потому что, как уже неоднократно было показано, размер имеет значение. Поэтому методика должна быть прежде всего обсуждена, наверное, сначала с морфологами, нежели чем с другими специалистами, потому что требует особого подхода с обязательным иммуногиспотехимическим исследованием, о чем тот и Бехан уже останавливался. А вот вопрос – надо ли нам углубляться дальше? Нужно ли делать ПЦР-обследование? Ну вот тот слайд, который тоже уже показывали, размеры микрометастазов, если эти размеры менее 100 микрометров, то фактически показатели выживаемости у нас сопоставимы с негативными лимфоглами. Если они более 100 микрометров, то и показатели выживаемости значительно снижаются, и это является как раз одним из ключевых критериев и для решения вопроса о включении пациента в клинические исследования по адювантной терапии, и для последующего дальнейшего решения о выполнении лимфодисепции. Пропущу опять-таки слайды по ультразвуковому исследованию. Вот то, о чем я начал говорить, необходимо ли углубляться дальше. Очень интересное исследование по ПЦР-обследованию этих лимфатических узлов сигнальных. Как вы видите, в случае гисфологического или даже иммуногистохимического негативного лимфатического узла, ПЦР-позитивные лимфоузлы определяются практически по данным удаленных результатов выживаемости пациентов с негативными лимфоузлами, поэтому, наверное, углубляться дальше в эти различные методики ПЦР-исследования, методики проточной цитофлоуметрии, может быть, и не будет иметь достаточно значимого клинического значения, и надо остановиться на той методике, которая отработана, гисфологического и иммуногистохимического обследования с определением размера. Какие все-таки ключевые параметры и рекомендации по биопсии сигнального лимфоузла? Также они были оговорены сегодня, что эта процедура не показана пациентам с очень ранними меланомами, показана всем, что она будет дополнительно обсуждена с пациентом ввиду того, к диссеминации. Второй вопрос – это вопрос лимфодисепции. По данным тех двух исследований, которые на сегодняшний день завершены, исследование ДЕКОК и исследование МСЛТ-2, вроде как равнознациями являются наблюдения, однако здесь есть определенные оговорки. Все-таки включались пациенты с довольно тщательным наблюдением, и таким образом эта альтернатива отказаться от лимфодисепции, а продолжать наблюдать за пациентом, должна быть очень стильно взвешена. Взвешена и оценена с позиции и опухолевой нагрузки, и размеров этих микрометастазов, и вовлеченности капсулы, и возможностей тщательного наблюдения за этим пациентом. Вот об этом тоже надо помнить. Ну и последний момент, на котором хотелось бы остановиться с точки зрения практики, это попытка отойти от использования радиофарм препарата. Методика, которой у нас была возможность попробовать попользоваться, это методика определения лимфатических узлов сигнальных с помощью инфицианина зеленого, с помощью SPI-технологии. Это кадры из научной работы, и это уже непосредственно наши данные, правда мы это делали чуть при другой патологии, насколько вы можете видеть на слайде, довольно хорошо видна дорожка лимфатического оттока от зоны периодоморального введения препарата, что можно отмаркировать непосредственно на пациенте. Опять-таки, как вы видите на слайде вот в этой части в мониторе, хорошо довольно видно лимфатический узел в подмышечной клетчатке. И также у нас есть опыт использования уже отечественного прототипа, когда вот такую большую систему официальную мы модернизировали вот в такую отечественную разработку с насадкой для обычного планшетного компьютера. И опять-таки, мы использовали изучение сигнального лимфатического узла чуть при другой локализации, но тем не менее, довольно четко и хорошо видна и дорожка лимфатического узла, и сам светящийся лимфатический узел. Однако тот опыт небольшой, к сожалению, который был у нас, показывает, что методика довольно капризная и не всегда характеризуется такой довольно хорошей воспроизводимостью. Особенно сложно это реализовывать у тех пациентов, которые характеризуются большой массой тела, с большой жировой клетчаткой. И если сигнальный лимфатический узел находится на довольно большом расстоянии от опухоли, а для меланомы это может быть актуально при локализации опухоли на конечностях. Ну и еще, наверное, одна методика, о которой стоит рассказать, это сочетание индуцианина зеленого с оптоакустикой. Александр Тестой два года назад уже презентовал эту методику. Суть заключается в том, что меланин характеризуется уникальными способностями поглощать свет на определенной длине волны и спускать соответственно ультразвук. И с помощью ультразвукового датчика можно выявить тот лимфатический узел, во-первых, который является сигнальным, и с довольно большой долей вероятности определить, есть в этом лимфоузле меланин или меланина нет. Что позволяет избежать хирургического компонента методики определения метастазов в сигнальных лимфоузлах, как показывают данные проведенного исследования из 46 пациентов, у которых при обнаружении этой методики сигнального лимфоузла не было выполнено детекцией меланина. То есть меланин был негативный по данным акустического исследования. При последующем морфологическом исследовании с иммуногистохимической методикой метастазы также не были обнаружены. И у всех 10 пациентов, у которых с помощью оптоакустики в сигнальном лимфоузле возможно было сделать текцию меланина, у всех этих 10 пациентов были обнаружены метастазы меланомы в этом сигнальном лимфоузле. На этом у меня все. Вот именно этих трех компонентов хотелось бы остановить. Три ключевых момента – это обсуждение изначально с морфологами методики обследования лимфоузла, изначально определение таптики, что делать с пациентами при выявлении позитивного лимфоузла и возможности использования альтернативных методик без радиофармпрепарата. Спасибо. 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 Спасибо.